Космический телескоп Джеймса Уэбба продолжает расширять границы нашего знания о Вселенной, и в этой сплошной бесконечной ленте наблюдений он вновь стал, вероятно, главным свидетелем эпохальных вопросов, которые в обычной жизни казались бы фантастическими, но в космосе уже становятся предметом реальности. Объект, получивший условное обозначение 3IITLAS, продолжает занимать центральное место в научной повестке, потому что именно он ставит перед человечеством задачи не только по распознаванию состава и динамики дальних тел в глубинах межзвездного пространства, но и по пересмотру самого подхода к жизни во Вселенной, ее формам, ее эволюции и, возможно, ее разумным проявлениям. Вокруг этого загадочного тела складывается целый клубок вопросов. Какова его природа, каковы источники его энергии и как мы можем интерпретировать сигналы, которые приходят к нам через непрерывный поток фотонов, отраженных и светом, от далеких струй пыли, камня и металла, проходящих через наши детекторы и спектрометры, каков механизм его движения и почему внутри него просматриваются паттерны тепла, которые повторяются с удивительной точностью, подобно биологическому циклу? Как должна развиваться наша дипломатия с неведомым во времени и пространстве соседом, который может быть не просто камнем во Вселенной, но и носителем информации, формы сознания или даже живого организма, который стал бы нам ближе, если бы мы услышали его шепот? Через спектры и импульсы, а не через привычный нам язык речи. И здесь, как никогда, двигатель науки заключается не в простоте ответов, а в сложности вопросов, которые заставляют ученых пересматривать свои предположения и искать новые теоретические рамки, новые экспериментальные методики, новые плавные переходы между наблюдением и интерпретацией, между гипотезой и доказательством, между фантазией о возможном и строгим требованием подтверждения. Начинается все с того, что JJST снова подтвердил свою роль как универсального ключа к неисследованным пространствам между звездами. Это не только инструмент, с помощью которого мы видим свет в инфракрасном диапазоне и восстанавливаем картины далеких галактик, эпохи рекомбинации и структур формирования звезд, но и оружие для обнаружения потенциально самых необычных объектов, которые могут существовать на границе между астрономией и астрохимией, между физикой и биологией, между возможной инопланетной инженерией и природной редкостью космоса. В каждом новом наблюдении три ИАТЛАС. Кажется неким зеркалом, в котором отражается не только то, что мы можем увидеть, но и то, чего не ожидали увидеть. Не просто холодный лед, который тает под солнечным теплом и создает пар, но внутренний двигатель, ритм которого напоминает дыхание невидимого существа, или механизм управления массивным телом, чьи движения не сводятся к привычной гравитации и классическим силам тяги. Мы стали свидетелями того, как сигналы, полученные через Мири и Нирспек, анализируются на предмет наличия повторяющихся узоров в спектре, как сигналы в средней инфракрасной области могут содержать признаки молекулярной структуры, типичной для известных минералов, и при этом демонстрируют отличия, которые ставят под сомнение простые объяснения. Мы видим, как телескопу удается проникать через холодную пелену космоса и фиксировать нечто, что можно описать как набор тепловых импульсов, которые возникают внутри объекта и повторяются с периодами, приблизительно строгими, как ритм дыхания живого организма. И этот факт заставляет задуматься о том, возможно ли внутри находится некий динамизм, который мы пока не умеем объяснить с точки зрения физики и химии. Важной частью этой истории становится вопрос происхождения 3 и атлас. В начале наблюдений ученые предполагали, что это природный объект, возможно обычная межзвездная комета или астероид, оказавшийся незаурядно выглядящим гостем нашей системы, сигарообразная форма, предполагаемая ширина нескольких километров, и необычная траектория, проходящая через наш дом космоса и уводящая наблюдателя в сторону от привычной орбиты и гравитационных полей Солнца. Но поведение этого объекта с каждым новым наблюдением отдалялось от классических шаблонов. Слабое свечение, отсутствие темно-яркого хвоста, отсутствие активного испарения льда и, самое главное, траектория, которая не походила на адаптивную траекторию комет, а скорее говорила о неком другом механизме перемещения через галактику, возможно о путях, которые не полностью подчиняются гравитации Солнца. Сама по себе химическая сигнатура 3 и дробь АТЛА. Судивило ученых. Сигналы, которые не укладываются в привычные схемы химического состава естественных тел, заставляют пересмотреть предположения о том, какие молекулярные цепи и какие строительные блоки в принципе могут существовать за пределами нашей планеты. В какой-то момент стало ясно. Этот объект не просто загадка природы. Он требует новой модели реальности, где вероятность не исключает невозможного, и где границы между тем, что является живым, и тем, что можно лишь рассматривать как яму физического материала, становятся условными. Роль JJST в этом контексте выходит за рамки технологии как таковой. Это не просто камера с большим разрешением, не просто спектрограф, который может разделить свет на тончайшие составляющие, не просто набор детекторов, способных видеть слабый тепловой сигнал, который путешествует миллионы, миллиарды километров до нашей планеты. JJST – это мост между тем, что мы знали вчера, и тем, что может быть открыто сегодня, здесь и сейчас. Он позволил ученым увидеть внутри трима АТЛ. С то, что было скрыто для многих поколений астрономов, и дать нам данные, которые можно использовать не только для обсуждения естественных процессов образования космических тел, но и для обсуждения более глубоких вопросов, которые выходят за пределы астрономии и касаются философии, этики и смысла существования жизни во Вселенной. Мы размышляем над тем, может ли внутри этого загадочного тела быть не просто молекулярный набор, но живой цикл, который питается теплом и воздухом космоса, и который способен к саморегуляции и самонивелировке по законам, которые мы пока не умеем описать в рамках наших текущих теорий. Мы обсуждаем возможность того, что внутри может быть не один, а несколько уровней структуры. Возможно, массивная камнеподобная оболочка служит неким резервуаром энергии, а внутренние слои содержат химические реакции, которые напоминают биохимические циклы на молекулярном уровне. Или могут быть чем-то наподобие автономной системы, способной к распознаванию сигналов из космоса и ответной реакции на них. Эти идеи приводят нас к новым вопросам. Может ли жизнь в том виде, в каком мы ее понимаем, существовать без воды и беспривычной водной среды? И если да, то с какими растворителями и какими биохимическими путями она может обходиться? Существуют ли в космосе экзотические биохимии, которые используют иной набор элементов других молекулярных триад, чем те, что мы знаем на Земле? И могли бы такие формы жизни, если они вообще существуют? Существовать в условиях межзвездной пустоты, радиации, экстремального холода и дефицита растворителей? Эти вопросы поднимают новые границы. Не просто мы ищем признаки жизни. Мы ищем признаки жизни, которая могла бы радикально отличаться по своей химической основе и устроению. И если мы нашли хотя бы намек на такой принцип, это станет поистине революцией в биологии и астрофизике. Новые наблюдения JOST также заставляют нас задуматься над тем, как мы относимся к потенциальному контакту с внеземной цивилизацией. Уже сегодня ученые, философы, специалисты по этике и политике обсуждают гипотетические сценарии взаимодействия, если окажется, что внутри 3-ми и амад АЭСа или на его поверхности есть нечто, что можно трактовать как форму интеллекта, способную к коммуникации через энергетические паттерны, временные сигналы или другие формы обмена информацией на расстоянии. Эти дискуссии не ограничиваются чистой наукой. Они требуют прочной подготовки общественного сознания, ясной коммуникации с широкой аудиторией, разработок протоколов обратной связи с потенциально разумными сущностями и, возможно, создания международных соглашений об этике взаимодействия с внеземной жизнью в случае обнаружения. Мы понимаем, что это не просто техническая задача, а культурная и юридическая миссия цивилизации. Какие права будут у обнаруженного существа или существ? Какие принципы информирования и согласования действий следует принять? Как мы будем изучать их без причинения вреда? И как мы будем гарантировать, что любые исследования не станут актами колониального преследования чуждых форм жизни? Эти вопросы не абстракции. Они формируют наш подход к будущему научного познания и безопасности на пути к более сложным этапам космических исследований. Несмотря на большую осторожность и необходимость подлинной проверки, данные, полученные JUSTA, поддерживают гипотезы о том, что мы стоим на пороге новой эры. Эра, в которой границы между естественным и искусственным, между биологическим и технологическим, между тем, что мы можем наблюдать, и тем, что мы можем интерпретировать, становятся тонкими и подвижными. Мы можем столкнуться с явлениями, которые заставят нас перестроить не только научную теорию, но и концепцию нашего собственного места во Вселенной. В этом смысле 3-I-A-T-A-L-A-S – это скорее зеркало, чем загадка по существу. Зеркало, через которое мы видим наши собственные догмы, наши собственные страхи и наши собственные амбиции. Это зеркало, которое просит нас не просто сделать вывод, а расширить мышление, включить новые дисциплины в исследование, соединить идеи из астрофизики, космохимии, астробиологии, философии и этики, чтобы построить целостную картину того, что может быть за пределами нашего нынешнего опыта. Вовлеченность международного сообщества, открытые данные, репродуцируемость результатов и прозрачность процедур станут критически важными условиями, чтобы любая интерпретация не превратилась в догму, а служила устойчивому, взаимному пониманию того, что мы ищем и чего мы не знаем. Мы должны помнить – космос, огромная школа, в которой каждый новый урок может оказаться не тем, что мы ожидали, а тем, что перевернет наше представление о материи, жизни и сознании. И все же, несмотря на масштабность вопросов, которые возникают вокруг Трева и Атлас, остается нечто более приземленное и человечное. Это любопытство. Это стремление увидеть дальше, чем позволяет наш прожиточный опыт, и понять, почему Вселенная устроена именно так, как она устроена, и что в ее глубинах может скрываться. Мы видим, что любопытство превращает одиночество в общность поиска, что страх перед неизвестным может стать двигателем знания, если мы подходим к нему методично, ответственно и с уважением к возможной иной жизни. Эта история учит нас, что наука не просто поглощает факты. Она создает смысл, объясняет наши ценности и формирует наше видение будущего, где границы между фантазией и реальностью становятся менее заметными, потому что обе половины жизненно необходимы для устойчивого роста человеческого поколения в космосе. Слот за слотом, наблюдение за Триа и Атлас превращается в процесс, который работает не только на уровне цифры, графиков, но и на уровне культуры. Он учит нас, как правильно представлять данные широкой аудитории, как не пересекать черту опасной сенсационности и как не забывать о человеческой стороне истории, когда речь идет о возможной встрече с иной формой жизни. В этом смысле вклад JYST состоит не только в технологическом прогрессе, но и в умелой координации информации, которая достигает не только ученых, но и учителей, студентов, политиков, журналистов и обычных людей, мечтающих увидеть мир шире. Мы видим, как образование становится частью процесса научного открытия. Школы и лаборатории получают не только новые фотографии и новые графики, но и новые вопросы, которые можно обсуждать на уроках по физике, химии, биологии, философии и этике. Появляются новые учебные программы, которые показывают детям и молодежи, что наука и того – это не застывшее знание, а живой диалог с космосом, где каждое открытие подталкивает к новым экспериментам, новым гипотезам и новым путям обучения. Взрослое общество учится воспринимать неопределенность не как слабость, а как норму, и это уже важный шаг к более спокойному и критичному восприятию будущих научных прорывов. В завершении можно сказать, что история 3U Atlas и работа JEVST – это история человеческой готовности, идти на риск интеллектуального поиска, сочетать дисциплину с воодушевлением и соединять технику с этикой, чтобы ответить на вопросы, которые когда-то казались фантастикой, но теперь требуют нашего иного кошеответственного внимания. Это история, в которой мы учимся слушать космос не только глазами, но и разумом, в которой мы учимся формулировать вопросы так же четко, как формулируем ответы, и в которой мы признаем, что путь к истине может быть долгим, но он обязательно стоит того, чтобы его пройти вместе, с открытым умом, с уважением к возможной жизни за пределами Земли и с верой в то, что знание, как и энергия, вечно движется вперед, даже если его источник остается для нас загадкой. И потому каждый новый сигнал, каждая новая спектральная линия, каждое малейшее изменение темпа тепла внутри 3i Atlas становится не только фактами науки, но и ступенями на лестнице нашего совместного восхождения к пониманию Вселенной и нашего места в ней.